Дай почитать. Стараясь соответствовать главной идее этой серии – живая история. Поэтому читатель сможет вспомнить или представить, как жили в ту эпоху люди, что носили, где отдыхали, как работали, чему радовались и от чего печалились. Первым свидетелем становится Габриэль Гарсия Маркис, приехавший в СССР в 1957 году вместе с фольклорным ансамблем латиноамериканских народных инструментов. Много удивительного увидел будущий Нобелевский лауреат. Скудные витрины продуктовых магазинов, скромная одежда москвичей. А еще, заходя в сберкассу, ресторан или кинотеатр, он поражался странному занятию людей с увлечением, игравших в деревянные цветные шарики, прикрепленные к раме. Это были счеты. А еще он только с четвертого раза попал в мавзолей и долго смотрел на мумию Сталина. «Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями». Но сражен он был отзывчивостью москвичей, их радушием, коллективизмом и гордостью за свою советскую родину. По иронии, в длинных очередях, в метро, в скверах столицы люди читали Маркиса. Эта книга исключительно субъективна, и на все авторы его герои смотрят под одним углом зрения. Порой кажется, что ты читаешь не совсем про ту страну, которую когда-то сам знал. Книга состоит из глав. Например, «Московская власть от Фурцевой до Гришина», «Квартирный вопрос», «Взрослые дети», «Воспитание», «Духовная жизнь», «Кино», «Телевидение», «Радио», «Московские праздники», «Что носили москвичи». А еще есть приложение, куда входит, во-первых, словарик московского быта, из которого современный читатель узнает, что означали слова «Архаровец», «Хулиган», «Жировка», «Квитанция на квартплату», «Лес рук», «Единогласное голосование на собрании», «Колымить», «Подрабатывать», «Чудо в ботах», «Человек в ботинках», «Прощай, молот». Во-вторых, цены на продукты, товары и услуги. Нужно иметь в виду, что средняя зарплата москвича в 1985 году была 187 рублей в месяц. Здесь можно узнать цены прежние. Например, на колбасу докторскую за 1 килограмм 2 рубля 30 копеек. За сыр российский 3 рубля, за масло сливочное крестьянское 3,50. 1 литр молока жирностью 3,2 процента стоил 36 копеек. Мороженое с кемо 11 копеек. Торт бисквитно-кремовый 1 килограмм 2 рубля 39 копеек. Сахар-песок 1 килограмм 90 копеек. Крупа гречневая 46 копеек. 1 киловатт 4 копейки. Форма школьная для седьмого класса 1 штука. 17 рублей 75 копеек. В книге описана история публикации гениального рассказа Шолохова «Судьба человека». Все издательства боялись его публиковать. И тогда писатель, отчаявшись, отправил свое творение в конверте по адресу Москва, Кремль, Хрущеву. Никита Сергеевич был до глубины души тронут трагической судьбой Андрея Соколова. И вот вся советская страна прочитала этот рассказ в газете «Правда» 1 января 1957 года. Дорогие слушатели, читаем Александр Васькин. «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok